Кто за принятие решения по данному вопросу, прошу голосовать. Против? Воздержался? Припь я оплазну. Теперь уже официально водителям школьных автобусов увеличат зарплату почти в два раза. Она была порядка 26 тысяч рублей, теперь станет на 20 тысяч больше. Решение на очередной сессии Горсовета депутатами принято единогласно. Разговоры о необходимости срочно решить проблему с дефицитом кадров ходили давно, как и информация о скором увеличении гарантированной надбавки, что позволило моментально закрыть почти все вакансии водителей школьных автобусов. Осталось вакансий из нас три всего. А было на 15-12-20. Депутаты поддержали инициативу общественной организации «Морское собрание». Памятные плиты о моряках, прославивших Отечество, установят на аллее между храмом Иоанна Кронштадтского и Домом офицеров, дополнив уже открытый в 2018 году мемориал. Между плитами установят гранитный камень с якорем. Таким образом увековечат имена героев Советского Союза, Русско-японской войны и Великой Отечественной. На 14 памятных информационных плитах будет нанесена информация о моряках, родившихся, проживавшихся на территории Белгородской области, отдавших свои жизни за освобождением Родины. Решением Белгородского городского совета установлена дотация на удешевление горячего питания с 1 сентября для учащихся льготных категорий. Это также коснется школьников из семей, прибывших из Украины, ЛНР и ДНР, проживающих в пунктах временного размещения. Дотация для учеников составит 90 рублей в день. Напомним, что администрация школы не вправе требовать справок, подтверждающих признание семьи малоимущей. Льготное горячее питание в школах будет организовано на основании сведений соцзащиты.